Екатерина Гусева – российская актриса театра и кино, певица, звезда мюзиклов, исполнительница русских романсов. Ворвавшись в начале 2000-х годов на телеэкраны и театральную сцену громкими проектами, артистка с тех пор живет по принципу «разделяй и властвуй». Екатерина называет себя поющей актрисой, а не наоборот. Сегодня в ее репертуаре есть популярные телефильмы, мюзиклы и драматические спектакли. Детство и юность. Коренная москвичка Екатерина родилась 9 июля 1976 года в семье госслужащей и портного. Тамара Михайловна работала главным инспектором и кроме Кати воспитывала еще одну дочь Анастасию, которая в дальнейшем стала заведующей детским садом. Гусева уже в 4 года стала посещать секцию художественной гимнастики и даже состояла в группе резервной сборной СССР. Успела поучаствовать в соревнованиях, затем увлеклась фигурным катанием и плаванием. В средней школе Гусева занималась танцевальном кружке грузинского национального ансамбля. В составе коллектива Колхида выступала на сцене Большого театра. Екатерина была воплощением образцовой школьницы. Длинная массивная коса, опрятный внешний вид, ладная фигура. При росте 1,67 м вес девушки составлял 49 кг и хорошие оценки. К окончанию школы Екатерина Гусева определилась с последующей профессией и решила получить образование в биотехнологическом институте, где уже успела пройти годовые подготовительные курсы. Но биографию выпускницы изменила встреча с ассистенткой Евгения Симонова, преподавателя театрального училища имени Щукина, которая предложила девушке поступать на курс к мастеру. За несколько дней Екатерина выучила ряд произведений, басню, монолог и стихи и в нужный день предстала перед приемной комиссией. С отбора ушла, широко распахнув дверь. Поступила. Заканчивала обучение Гусева под руководством Валентины Николаенко, которая была назначена руководителем курса после смерти педагога. Театр и фильмы. В театре Марка Розовского успешно выступала около четырех лет и успела поучаствовать в спектаклях «Романсы с Обломовым», «Бедная Лиза». Екатерине предложили временно перебраться на Северный полюс и участвовать в легендарном мюзикле «Норд-Ост». В нем артистка играла практически ежедневно. В 2002 году чудом избежала страшного теракта на Дубровке, так как попросту отсутствовала по случаю заслуженного выходного. Позднее артистка выпустила несколько дисков, в том числе альбом «Романсов», исполненных в дуэте с Леонидом Серебренниковым. В 2007 году Екатерина Гусева порадовала поклонников первой сольной пластинкой «Может быть, получится». В 2003 году Катя вошла в состав театральной труппы Театра имени Моссовета, где состоит и по сей день. Последовала серия замечательных спектаклей, где Гусева перевоплотилась в героиню Флореллу, в постановке «Учитель танцев» Стеллу, в пространстве Теннесси У. В середине 2000-х годов актриса получила роль красавицы в мюзикле «Красавица и чудовище», а также вошла в основной актерский состав музыкального спектакля «Звуки музыки». В октябре 2012 года поющая актриса становится Екатериной Второй в очень популярном мюзикле «Граф Орлов». Кинокарьера Екатерины развернулась в 1997 году, когда она окончила актерский курс, получила диплом, а вместе с ним и первую роль в кино. Фильмография Гусевой стартовала ролью в триллере «Змеиный источник», где главные роли принадлежали уже состоявшимся звездам кинематографа Ольге Остроумовой и Евгению Миронову. В 2002 году снялась в прогремевшей на всю страну и ближней зарубежье бригаде Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым, Павлом Майковым, Владимиром Давиченковым и Андреем Паниным в главных ролях. В 2012 году актриса сыграла в продолжении культового проекта в боевике «Бригада наследник», где главную роль сыграл Иван Макаревич. В 2016 году Гусева перевоплотилась в героиню комедийного сериала «Найти мужа» Дарьи Климовой, где исполнила главную роль. В октябре этого же года в Московском театре «Опереты» состоялась премьера мюзикла «Анна Каренина» с Екатериной в роли Анны. В следующем году актриса перевоплотилась в модистку Ларису, бывшую жену майора Шейна, Константин Лавроненко. В криминальном фильме «Черная кошка», в котором также сыграли Игорь Петренко, Мария Андреева, Михаил Боярский. Артистка известна мастерством воплощения сложных драматических образов. Поэтому в 2018 году с ее участием состоялась премьера сериала «А, Л, Ж и Р», в котором речь пошла о лагере жен репрессированных. Гусева предстала в роли певицы Софии Тер-Ашатуровой, которой удалось бежать из концлагеря. Ее партнершами по кадру стали Дарья Якомасова, Клавдия Коршунова. «Личная жизнь». «Личная жизнь» Екатерины Гусевой сложилась еще в 1996 году, когда девушка стала женой известного бизнесмена Владимира Абашкина. Сукупрух причастен к деятельности актрисы. Его фирма Бэйс Бьюти занимается созданием разнотипных декораций. Под конец 1999 года Катя родила мужу сына, которого назвали Алексеем. Спустя 11 лет родилась дочка Анна. Интересно, что сын унаследовал фамилию отца, а вот дочке досталась звездная фамилия мамы. Сегодня Екатерина Гусева и Владимир Абашкин живут в стабильных, налаженных взаимоотношениях. Однако супруг не перестает подшучивать, что авантюрная жена – причина его седины. По примеру супруги Владимир получил театральное образование, выучился на режиссера. В октябре 2019 года состоялась премьера сериала «Входя в дом, оглянись», в котором Гусева предстала в образе главной героини Антонины. Женщина переживает трагедию в личной жизни, которую авторы проекта приравняли по силе страстей и шикспировской трагедии «Леди Макбет» и произведению Николая Лескова. Помимо съемок знаменитость выступает с программой чтения сказок Александра Пушкина, в которой ей помогают артисты оркестра народных инструментов имени Осипова. С ее участием на сцене Международного дома музыки состоялся премьерный показ рок-оперы «Карамазовы». Фото афиши актриса разместила в Инстаграме. В январе 2021 года Екатерина примерила новую роль профессиональной танцовщицы, приняв участие в телешоу «Танцы со звездами». Ее партнером и наставником стал хореограф, Евгений Папунашвили. Вместе с ними за победу боролись Евгений Морозов, Екатерина Шпица, Антон Шагин и другие звезды.